Здравствуйте, мои уважаемые зрители! С вами Ольга Демчук, исследователь внутреннего мира Личности. Я перейду к театральным постановкам. Всё для вас. Попробую сегодня вам более внятно, понятно и на примерах объяснить, как появляется высокомерие и почему мы так страдаем от собственной неполноценности. Когда мы с вами в детстве ощущаем неполноценность, зависимость от наших родителей, это вполне нормальная ситуация. Мы действительно мало можем. И поэтому ощущение собственной малости, незначительности ребёнку присуще. Вот я ребёнок, и вот я смотрю на взрослого, у которого находятся все блага, которые мне нужны. Он для меня практически Бог, но Бог не потому, что я идеализирую его, а скорее я идеализирую его возможность обладать тем необходимым, которым мне надо. Я думаю, что каждый из вас был в роли подчинённого. И человек, подчиняясь, рискует впадать в собственную неполноценность и относиться к руководителю или к главному на данный момент в проекте, как к некому идеализированному образу. Но ощущение неполноценности в этом месте возможно только, если перед этим было высокомерие. В психологии принято разбирать неполноценность ребёнка, но мало кто говорит о том, что неполноценности без предшествующего ей высокомерия не было бы. Когда ребёнок находится в утробе матери, он находится как бы в высокомерии, то есть все его потребности удовлетворены. Он не ощущает фрустрации. У него нет голода, нет холода. Это среда, которая предназначена для ребёнка и ему принадлежит. Он за получение благ никому не должен. И наше рождение — это как раз-таки незавержение из рая, попадение в зависимость и ощущение тут же своего голода, своей неудовлетворённости, которая может стать неполноценностью. То есть неполноценность без сравнения с чем-то лучшим невозможна. Когда у меня есть представление о том, что я лучше, я умнее, я больше могу, мне надо меньше сна, я могу больше зарабатывать, то я реальный или я реальная буду маленькой и неполноценной по сравнению с этим идеальным образом. Все диалоги в голове, они и происходят между этим стулом и этим стулом. Но Личности достаточно сложно понять, на каком она стуле сейчас сидит. Фактически и идеальное я, и ничтожное я — это порождение нашего сознания. По факту мы находимся в реальном я, вот здесь вот между двумя стульями, но мы никак не можем сюда попасть. Давайте сейчас с вами проведём эксперимент, и вы убедитесь на собственном опыте, насколько это сложно. Ответьте на простой вопрос. В какой стране вы живёте? Когда мы думаем о том, в какой стране мы живём, то в этот момент мы можем скатиться как в неполноценность. Это ужасная страна. Это ужасно, что я здесь живу. Я такой несчастный, что я здесь живу. Или же высокомерие, когда я говорю, «Ха, я горжусь своей страной, я великолепна». То есть отождествляя себя с великолепием или с какими-то прекрасными аспектами страны, в которой я живу, я как будто становлюсь выше, больше, расширяюсь и ощущаю свою значимость. Быть в реальном я, понимая, что это точка на карте, что это география, достаточно сложно. Особенно если этот вопрос задаёт кто-то другой. Тот, кто вас не знает. Например, вы на отдыхе. Не знаю, в Турции давайте. На отдыхе в Турции. И вам задают вопрос, из какой вы страны. И пребывать в нейтральной позиции, говоря, откуда ты, достаточно просто. Потому что в отношениях с другим, помимо нашей воли, абсолютно рефлекторно, мы начинаем искать своё место. Я здесь? Или я здесь? Разберём ещё на одном примере для того, чтобы вы это прочувствовали. Давайте представим, что вы пришли на консультацию. Вам надо что-то узнать. К врачу, к психологу. Или же узнать, как лучше продать дом. Вот вы входите к специалисту. И войти в своём реальном я достаточно сложно. То есть мы будем автоматически рефлекторно скатываться или в раболепие такое поклонение специалисту как лучшему. То есть из-за того, что он знает то, что не знаю я, он лучший. Или же для того, чтобы не быть в этом раболепии, в этой неполноценности, мы напротив напускаем на себя важный вид и говорим, нам надо получить у вас консультацию. Взойти, как обычный человек, за услугой достаточно сложно. Вообще в присутствии другого человека мы помимо воли начинаем искать свой стул. Мне сейчас на маленьком стуле сидеть рядом с этим человеком. Или же наоборот на высоком стуле и сверху вниз, вниз смотреть на этого человека. А теперь представьте, что вы этот специалист, к которому пришли за консультацией. И если вы такой матерый, с большой клиентурой, к вам не попасть, то достаточно сложно не сидеть на этом высоком стуле и относиться к этим людишкам, к толпе, которая нуждается во мне. Многие люди, занимающие, руководящие должности, не отпускают свои кресла именно потому, что у них есть возможность хотя бы иногда быть на этом стуле. Конечно, с руководством они быстро пересаживаются на этот. И раболепствуя, отдают дань, потому что если им надо подпитывать свое высокомерие, то они старательно будут подпитывать это руководство, уверенные, что именно это им и надо. То есть, если есть высокомерие, будет точная ничтожность. Но человек, который пришел ко мне за консультацией, может же быть и тем, от кого зависит мой заработок. Например, у меня немного клиентов, и тогда я помимо воли начинаю раболепствовать, назначая клиента значим. Я как психоаналитик, практикующий могу вам точно сказать, что человек, приходя на консультацию, все время ищет это место, где ему быть. Маленьким, несчастным, плохим, или же пересесть вот на этот стул. И специалисты зачастую грешат. Нам достаточно сложно отказаться от этого высокого стула, когда нам его предлагают. На нём очень приятно сидеть. На нём ты прав, на нём ты Бог, на нём ты указываешь, что делать. На этот стул мы пересаживаемся тогда, когда у нас есть праведный гнев, когда мы начинаем обесценивающее на кого-то смотреть. Вот, например, вопрос. Ну и что делать? Ну рассказали вы нам про эти два стула, и что? Видите, это из этого стульчика. А можно задать вот из этого стульчика. Боже, какой ужас! У меня такое раздвоение в личности! Я то высокометная, то неполноценная, это так ужасно! Видите, я себя здесь чувствую как бы ужасной, как бы маленькой и ничтожной. Будем двигаться дальше. Я бы хотела, чтобы вы именно переживали это всё, медленно смотрели этот ролик и пробовали живо в своём умении это всё представлять. Сейчас я встану в нейтральную позицию и задам вам вопрос. А сколько вы зарабатываете? И этот вопрос тоже может нас быстренько усадить на один из стульев. Я могу сесть на этот и сказать, я зарабатываю достаточно много. Побольше, чем некоторые. Знаете, сколько вы на стране заработали? У меня ого-го, какой заработок! Или же сесть на этот стульчик и сказать, ужасно мало. Ужасно мало, конечно, я понимаю, что на такие деньги не прожить. Я так страдаю от этого. Видите, я не могу свой заработок, каким бы он ни был, воспринимать отсюда. Даже если я зарабатываю много, то это констатация факта. Эта сумма, она не даёт, как бы она мне может дать право почувствовать высокомерность, самоутверждение и смотрение сверху вниз. Но я её могу воспринимать как сумму, понимая, что деньги — это не то, что позволяет мне назвать себя богиней. Но многие люди стремятся к зарабатыванию денег именно для этого, для ощущения собственного высокомерия. В предыдущем ролике я достаточно подробно рассказывала вам, как мы проецируем своё ничтожное я или идеальное я в другого. вот если вы себя чувствуете таким вот маленьким, смотрящим снизу вверх, это говорит о том, что на этот свойству, свойству, которые есть у вас, вы посадили другого человека. Даже если этот человек высокомерный, даже если он заносчивый, он действительно смотрит на вас сверху вниз, то на вас это может никакого впечатления не производить. Вы понимаете, что он сидит на этом высоком стуле у себя в голове, а вам предлагают этот маленький, а вы на него не садитесь. все наши разговоры в голове происходят вот между этими двумя стульями, все внутренние конфликты. И поэтому я против методик, когда начинают делить на ребёнка, взрослого, вот это расщепление как раз-таки и поддерживается. или же давайте пожалеем нашего внутреннего ребёнка, вот это маленькое неполноценное существо, живущее у нас. Видите, я здесь великолепное и поддерживаю, обновляю рефлекторные дуги, которые содержат этот раскол. Или же если что-то случилось, я себя успокою, я себя пожалею, я себя обниму это звучит как бы мило, но не учитывается эта фигура, эта высокомерная фигура, которая лучше, потому что она как пожалеет, так же она и накажет. Вся эта ненависть к себе, все эти претензии к себе, эти атаки аутоагрессивные осуществляются именно с этого стула. Белое пальто я не нашла, я повесила сюда белый светлый пиджак для того, чтобы понимать, как мы испытываем малейшую неполноценность, падаем вот на этот стол и для того, чтобы не упасть на него, мы перемещаемся сюда. Например, я вам рассказываю про эти два стула, вы начинаете понимать этот внутренний раскол и из-за этого вы будете ощущать себя плохим. Боже, какой ужас! скажите, что нам делать, Ольга? Что делать? Вопрос всегда задается с маленького стульчика, а инструкции в стопочку укладываются на этот высокий стул. Тут еще больше инструкций, еще, 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 и в какой-то момент они уже не вмещаются, и человек попросту их забывает. Вот когда вы употребляете знания как инструкции, объем ваш ограничен, и вы сами замечаете, что вы не помните. А, ну да, я про это что-то такое слышу. То есть вопрос, что делать, это поддержание этого раскола. Это не выход в реальное я, которое учится мыслить само, которое учится анализировать то, что происходит. Желание сказать другому, что делать, это, конечно, этот стул. И на этот стул мы с радостью присаживаемся, когда замечаем какой-то недостаток у другого, когда отпускаем обесценивающий комментарий, когда уничижитель называемся о чем-то. Это ощущение величия, оно не мешает нам. Нам приятно, когда есть ошибки, приятно, когда можно обесценить, когда кто-то хуже. Но подкрепление рефлекторного этого, этой лучшести будет сохранять и этот стульчик худшести. Давайте попробуем понять, каким образом тогда воспринимать информацию о себе. Например, информация об этом расколе. Вот он у меня есть. У меня есть раскол. У меня есть великолепие, есть ничтожность. Когда я начинаю эмоционировать, какой ужас, как это кошмарно, я пересаживаюсь на этот стул. когда я начинаю говорить так, что делать с этим, я пересаживаюсь на этот стул. Или же какая-то демчук говорит мне ой, что она там говорит, думаю, я медленно помешивая серебряной лужечкой чайок в кружке. Вот это пренебрежительное отношение, отношение к информации именно оценочно с точки зрения своего этого стула и не даёт возможность людям меняться. Этот стул позволяет нам сохранять нашу личность неизменной, потому что он всё время наказующий или кого-то другого, или себя неполноценного. Я наблюдаю, как люди на консультациях, узнавая что-то про себя, тут же падают на этот стул, воспринимая это как плохость, и тут же начинает нависать из позиции лучшего над собой плохим. Вот это прямое восприятие информации без додумывания плохости и хорошестей, констатирующей, это единственная точка, из которой мы можем мыслить, не оценивать, не обвинять, а именно анализировать и воспринимать факты. Например, я слушаю этот ролик и понимаю, что во мне есть этот раскол, что я вступая в диалог, раздрабливаю свою личность и отношусь из своего идеального я к себе как к неполноценному, маленькому, несчастному и так далее, и так далее. Как будет выглядеть восприятие информации, если я нахожусь вот в этой нейтральной позиции? Например, я понимаю, что я злюсь или же я понимаю, что я сделала ошибку. Давайте на ошибки. Я понимаю, что я сделала ошибку. Я сделала ошибку. Видите, если находиться в этом положении, то я на ошибку смотрю, как на ошибку. если во мне сильно это расщепление, то я тогда буду или же чувствовать себя полным ничтожеством, когда сяду на этот стул. Здесь я избитая собака, здесь я та, которая ничего не добьется, неудачница. И я такую себя ощущаю именно потому, что я с этого стула высокомерно на себя смотрю. Многие люди пытаются лечить неполноценность, но оно лишь следствие высокомерия. Вот этот стул, вот это состояние, желание давать советы, поучать, искать ошибки, самоутверждаться, чувствовать себя лучше, искать возможность быть лучше по любому поводу. Вот этот стул, он стул царя, но царя в своем маленьком субъективном мирочке. И все диалоги, все внутренние конфликты не происходят здесь. То есть фактически нам надо научиться быть вот здесь, постепенно уменьшая расстояние между этими стульями, уходить от одного и от другого. Когда вам кто-то будет задавать вопрос, сколько вы зарабатываете, вы сможете стоять на этой цифре, как на реальности. Когда кто-то будет самоутверждаться за ваш счет, обесценивать вас, вы будете понимать, что он сидит на этом стуле и хочет вас посадить на этот. Когда вы захотите кого-то сделать кумером, важно понимать, что вы сидите на этом стуле и пытаетесь этого человека сделать того, кто будет вам отдавать команды, давать инструкции, и вы будете слушаясь его, как бы получать надежду обрести все эти блага. Но реальная личность остается не соло, нахлебавшей. Реальная личность пытается сама понять, почему сейчас это происходит, почему, что со мной сейчас происходит, какова причина этого, какова суть этого. А эти два стула это всегда про что делать. Этот стул про давание советов, этот стул про слушание советов, но все равно мы оставляем подчиненного ничтожного и великолепного начальника. Потренируйтесь на себе, понаблюдайте, как вы заходите в магазин и уже продавца, например, назначаете или сидящим тут, он должен меня обслужить, или стоящим здесь, если, например, продавец не принимает вас, безусловно, и не улыбается, не летит на. Поэтому хочется этого, обслуживания, улыбок и всего остального, мы тогда легче сидим на этом стульчике. Понаблюдайте, как вы, входя в контакт с другим человеком, и даже слушая этот ролик, метались между двумя этими стульями, попробуйте встать на землю, потому что земля только здесь, только в реальном я. Вот как раз 4 мая начнется школа мышления, и мы будем учиться мыслить именно из этой точки, собирать факты, потому что находясь здесь громадный смерч эмоций, громадный смерч истерики, и здесь точно так же. Конечным пунктом отношений между двумя этими стульями становится самоубийство, когда человек, находясь на этом стуле, не понимая этого, ненавидит себя настолько и настолько унижительно к себе относится, что это ничтожество хочется стереть в порошок. Точно так же нам хочется стереть в порошок и других. А вот на школе мышления мы будем учиться мыслить из этой точки. Это громадное облегчение. Мы тратим много энергии именно на выяснение, кто плохой, кто хороший, кто лучше, кто хуже. А жизнь проходит мимо нас, и наша голова постоянно занята этим диалогом, постоянно занята этим выяснением, постоянно занята этими разборками. А здесь есть целостность, здесь мы уходим от расщепления. В общем, буду заканчивать. Делитесь своими мыслями, удалось ли вам это поймать, и попробуйте описать, как вы с одним и тем же человеком колебались между ничтожностью и величием, например, со своими близкими, как вы пересаживались в отношениях с одного стула на другой. Ссылка на школу мышления есть под видео, или же на сайте ольгадемчук.org. Я с вами прощаюсь, до встречи! Спасибо за субтитры!